Анри, иди ко мне. Сидеть, Анри. Молодец. Апорт? Сидеть, Анри. Молодец. Сидеть. Апорт? Анри, где мячик? Анри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, носик придется исправлять. Я ж тебя предупреждал. Лучше моего пилипенко на сцене никто не делает. Да у твоего пилипенко очередь до самого восьмого марта. И верхнюю губку она асимметрична. Это был подарок о дню рождения. А когда у тебя день рождения? Это был подарок мне. Хорошо. Теперь сделаем подарок Оксане. Ребята, воздух просто фантастический. А вот тут ничего не могу порекомендовать, даже как специалист. Ни отнять, ни прибавить. Оксаночка, за то, что ты познакомила меня с таким совершенством, я сделаю тебе нос сам и абсолютно бесплатно. Вы преувеличиваете, Тимофей. Для вас просто Тим. Спасибо. Так, я предупреждал, все мобильники отключаем. Мы приехали сюда расслабляться. Два дня покоя. Хорошо, я сейчас только отвечу. Да, слушаю. Конечно, очень интересное место для романтического свидания с сервентами Великой Северной. Но я все-таки предлагаю следующее свидание обижать пеставельки в хорошем ресторане. Конечно, у вас много работы. Да, единственный выходной. Но, может, у меня все-таки есть шанс? Посмотрим. Ну, если, конечно, мне удастся победить рыцарскую и превзойти целую армию покоя. Алло. Невежин? Выполни для меня одно деликатное поручение. Пробей мне номер одного пижона. Рука пропыла в воде не менее трех дней. Я нашла собакам в тех кустах. Больше ничего нет? На земле ничего. А дальше водолазы. Иван Николаевич, сойдите к нам. Так вот на что мы променяли прогулку в Сосновом Бару на Лошаде. Спасибо, что подвезли. Вам совсем не обязательно здесь оставаться. Вы позволите? Пожалуйста. Между прочим, в Древнем Китае врачам запрещалось видеть жилу мандаринов. Они ставили диагноз и лечили, видя только руку. И что бы сказал древний китайец по этой руке? Ну, я, во-первых, не китаец. Не такой уж древний. Алло. Он пластический хирург. Знаменитый Тимофей Медведев. Вы слышали, так у него целая сеть клиник. Тим клиник называется. В общем, друг какие-то приятели Кораблиной. Они всей компанией поехали к нему. Загородный дом. Там, где там баня, конюшня и так далее. В общем, до понедельника наша Анна Николаевна возвращаться не собиралась. И скучно, и грустно, и некому руку подать. Что думаешь об этой руке? Я надеюсь, это не он ее покусал? Ты вообще проверяла следы крови на его модном прикиде? И рука, если вы не заметили, искусана после смерти. Так что ты думаешь? Женщина лет двадцать пять. Скорее, тридцать. Утолщенные суставы фаланг. Ухоженный маникюр. Отсутствие мозолей. Скорее всего, она вседество поколотило пальцами по пианино. Да. Утолщение фаланг возможно от работы с клавиатурой компьютера. Безымянный палец длиннее, чем указательный. Это говорит о ее творческих наклонностях. А что-нибудь конкретное? О-о-о. Руку отделили после смерти. Увы. Чем бы она ни была, ее уже нет живой. Можно вас на минуточку? Здравствуйте. Вот видите, здесь излучено. Акватория открыта. Если труп очленили, ее по течению выбросили, могу руку случайно занести. А остальное унесло в низ парики. Может быть. Придется расширить зону поиска. Понятно. Спасибо. Рост где-то метр шестьдесят пять. Руку отделял непрофессионал. Очень долго выбирал место, где удобнее разделить сустав. Ну, запястье, татуировка, китайский иероглиф, означающий... А, кстати, мы возродим древнеегипетскую традицию, что начальница отдается тому, кто первый раскроет дела. А я бы предложил вам извиниться перед Аней за такие слова. Волнуйтесь, Тимофей, это наш гражданский консультант. Итак. На запястье татуировка, китайский иероглиф, означающий... Алло. Вы дадите мне договорить или нет? Это рука Валентины Киселевой. Москвичка, тридцать один год. Этот Медведев в каждой своей клинике посадил сертифицированную мастера татуировок. Здрасте. Это правильно. Женщины обожают доверять свои лица. Здрасте. И тела обкуренным членовредителям. Не все. Кстати, Киселева была у него месяц назад. Вот с этим рисунком попросила сделать такую же на запястье. О, спасибо. Расплатилась кредитной карточкой. Увы, фамилия Киселева. Следующая по распространенности после Ивановых, Семеновых, Кузнецовых, Петровых и Картошкиных. Готов сравнительный анализ проб. Как вы думаете, чья рука? Валентины Киселевой? Тридцать один год. Творческий директор промоутерской фирмы «Фор Уилкс». Убили? Да ладно. В реке нашли ее руку. А остальное? Остальное пока нет. Так я вас обрадую. Эта стерва могла сама себе ее отгрызть и подбросить. В смысле, это как? Это образно. Валька, если ей чего-то нужно, и не на такое способна. Зато и ценю. За что вы ее ненавидели? Да бросьте, какая ненависть. Это потому что ее стервой назвал, что ли? В нашем деле это, считай, комплимент. Это умение добиваться, когда хочешь, чего нужно. Так что ей нужно было от вас-то? От меня. А что с меня взять? Зарплату побольше, премии, бонусы. А вы с ней спали. И что? Ну, наверное, это и есть бонус. Так, может быть, она хотела, чтобы вы на ней женились? Может быть. Только она мне ничего об этом не говорила. А знаете, сколько людей мечтают залезть ко мне в штаны? Нет. И если я начну каждого убивать, мне работать некогда будет. Убедительно. А почему вы не сообщили об ее исчезновении? Да не было никакого исчезновения. Она уехала несколько дней назад, сказала по семейным делам. Я не думал, что это повод подавать в розыск. У вас, как минимум, два мотива желать смерти Киселевой. На каком остановимся? Не повышаю зарплату и не хочу жениться. Это мотивы для убийства? Нет. Это и ее мотивы убить вас. Тогда какие вопросы ко мне? Один вопрос. Почему ее убили, а вы живы? Мы проход перегородили. А как его человека-то найдет? Никакой человек меня искать не будет, если он, в отличие от тебя, читать умеет. В смысле? В смысле, он постучит по датчику на стекле, и ко мне вот сигнал придет сюда. Я выйду и перепаркую машину. Круто. Дай сюда. Это моя игрушка. Рано тебе еще. А насчет Петрова, мужик правильно мыслит. Свадьба, зарплата. Но! Это все дамские романы, а мы с тобой как-никак работаем-то в жанре детектива. Но вот ты здорово все раскрутил. Не, ну я действительно так считаю. А она на него наехала. Мог, женись. А он взял ее и убил. Ну да. Землю закопал, руку отрубил. Слушайте, вы не хотите со мной соглашаться? Потому что на Петрова нас вывел. Первый Тим. Ну, конечно. Меня бесит все, что помогает раскрытию преступления. Знаете, Тим один раз поставил вас на место, а вы его теперь за это ненавидите и сами беситесь. А с чего ты взял, что меня так волнует мнение какого-то там пластического чудо-хирурга? А что у нас теперь? Здесь парковаться кто попало может? Не-не-не, не надо! Вот теперь я вижу, что классические хирурги вас действительно совсем не беспокоят. Где хозяин? Вообще-то окно корабляной выходит на другую сторону. Поэтому в любом случае звук своей простенькой сигнализации он не услышит. Да? Да. Вот видишь, как плохо экономит на безопасности? Заезжаю вечером во двор дома, и тут как полыхнет. Ребята такой фейерверк устроили, ну, думали, что мы с вами вдвоем приедем. Вообще, я предлагаю принять закон, запрещающий убивать людей по выходным. Как я и думал, Петров здесь ни при чем. Привет! Что у вас? Мы-то как раз по делу. В общем, нашу девушку по-любому убил ее шеф. Только не он. Она с ним спала. Да какой он убийца? У него голова забита разборками с налоговой. Ладно, я пойду. Иди. А да, слушай, там какой-то лихач. На оке. Разворачивался и разбил тебе лобовое стекло. Вот, оставил тебе деньги. Просил передать. Хватит? Интересно, как у нас люди разворачиваются. Наверное, это был тип под метр восемьдесят. В таком бежевеньком пальто. Да, такой стильный чувак. Знаете что, Роман? У меня в клинике работают отличные психологи. Я бы вам очень рекомендовал обратиться за помощью к специалисту. Наверное, сложно жить, прикрываясь собственными мозгами и ненавидеть себя за это. Так, давайте разбежимся и обдумаем все выпреснутое на нас. Единственное ваше призвание – это выставлять людей идиотами. Не спорю, у некоторых женщин это заводит. Но в большинстве своем они не такие дуры. И быстро понимают, в чью постель вляпались. Я уверен, что все свободное время он проводит в социальных сетях. И вы бросаете их, пока они сами вас не бросили. Так что ищите свою единственную среди мазохисток. Готовы всю жизнь зализывать твои раны. А нормальных женщин оставьте нормальным мужчинам. Таким, как ты? Да. Таким, как я. Приятель, ждут тебя еще в жизни такие интересные сюрпризы. Пойдем, Серега. А он не терпит поражений. Но он ведь еще не проиграл. Вы его защищаете? Фрейд так часто оказывается прав. Прав, особенно, когда все против него. Даже тот, кто всегда прав, иногда проигрывает. Это как раз тот случай. Анна, а чем вы занимаетесь вечерами? А как вы думаете? Ну, у меня есть несколько версий, но все они не очень веселые. Вот именно завтра у меня такой вот невеселый вечер. Понял. Пока. Ты играешь с такой надеждой на стрит, как будто уже его получил. Ну, я рискую. А? А лишний раз напрячь свои нейролептические сети. Или подсчитывать вероятность. Это не для горных людей. Знаешь, сколько бы в покере продержался Д'Артаньян с его дурацкой манерой рисковать? До Парижа бы не доехало. Вот такой толстый, красивый, хороший роман. Свели бы до уровня анекдота, а все человечество лишилось бы им. Я выиграл. И что? Да то. На данном этапе с человечеством все в порядке. На самом деле, теперь за этим столом все знают, что ты неисправимый дилетант. Готовый дожидаться стрита аж на ривере. Это при трех играющих. Тебя сейчас сожрут. И что мне теперь делать? Застрелиться? Можно. Ну, можно и использовать их убежденность. Произойдите ко мне. Это... Идите. Ты взорвался. Вылезай из песочницы. Идет расследование убийства. Если хочешь меня наказать, поставь в угол. Ты обязан выполнять мои распоряжения. А мое распоряжение – отработка версии виновности Петрова. Так боишься, что я выиграю, и тебе придется меня награждать? Это работа, а не турнир, а награда твоей фантазии. А вот этими словами ты лишаешь расследования версии Петрова всякого смысла. Ладно. Если ты окажешься прав, и Петров не виновен, короче, отработаешь. Петрова поговорим. Мне бы какой-нибудь документик. Ага. Сейчас подпишу его кровью. Вот. И что это? Это катер Петрова. Он стоит у причала, который находится на той же реке, только выше по течению. Стой! Яхта – это романтика. Море, солнце, пальмы. А катера – шум, грязь, вонь. У меня была такая, я ее продам. Почему? Ну, потому что у меня слово «яхта» ассоциируется со словом «радикулит». А это почему? А это потому, что когда катер, то это ветер в лицо. А когда яхта, это ветер откуда попало. Здрасте! Яхта – это образ жизни. А катер позволяет остаться нормальным человеком. Привет! А что это вы делаете? А это мой катер. Что хочу на нем, то и делаю. К зиме готовлюсь. А вы что подумали? Ну, а мы подумали, что вы уничтожаете следы преступления. Ничего ж я вас разочарую. Ну, мы это сейчас проверим. Иван Николаевич. Спасибо. Если он выбрасывал тело по частям, значит, кровь должна была остаться на палубе. А если он хотел избавиться от тела в мешке, начал его переваливать через борт и мешок развязался? Да. Ага. Значит, на борте. Иван Николаевич. Понял. А там во что? А там вы тоже ничего не найдете. На этом мы сейчас проверим. Заря. Она сейчас вашу лодку по винтикам разберет. А-а-а! А-а-а! Ты кто? Вам что-лить надо? Разбуженная девушка в каюте не считается. Она жива. Относительно. Кто-нибудь есть? Кровь. А мы кровь нашли. Где? Вот здесь. Кровь. А кто вам сказал, что он один гоняет на этом катере? Катер принадлежит фирме для деловых встреч. Там бывает масса неуклюжего народа. И кровь проливается довольно часто. Сделешь себе соломку. И проливается отнюдь не по криминальным причинам. Чего ты добиваешься? Даже если там есть кровь киселевой, то… Разрешите? Ну? Это кровь киселевой. Это ничего не доказывает. Еще как доказывает. Там есть и моя кровь. Вы на берегу не находили мою отрубленную руку? Да все складывается. Они были любовниками. Он убил ее в квартире, расчленил тело в ванной, потом мешки перенес в машину, из машины на катер. Они отошли от берега подальше, выбросил течение, разбросало части тела. Мы пока нашли только руку, а остальное в пути. Все чики-пуки. Все было бы чики, тем более пуки, если бы у него был мотив. Ты прав. Сережа. А вот и мотив. Киселева была беременна. Ну и что ж ты беременна? Всего несколько недель. У нас же не убивают за каждую беременность. Ну, Киселева могла шантажировать его. Ему было легче откупиться, чем убивать. Она знала правду о его реальных доходах. И знала, что 25 процентов реальной прибыли — это совсем не то, что он предоставлял в налоговую. А это ого-го сколько. Я обещала, что сдаст его в налоговую. Есть еще один нюанс. С чего вы взяли, что это именно его ребенок? Ну, да, без тела доказать это невозможно. А в таком случае Петрова нам припереть к стенке просто нечем. Не может быть, чтоб женщина никому не рассказала про свою беременность. Подруги. Подруги. Это Валя. Хорошая мускулатура. Правильная талия. А вы ей муж? Нет. Я ей следователь. Вот. А у нее есть муж? Да вроде нет. Содержательная у нас беседа. Валя сюда одна приходила? А, подруга была. Лиля. Лиля. А фамилия есть у Лилии? Есть. Скажи. Развернутыми предложениями нельзя, конечно. С чего? Не, не отвлекайся. А ты сколько получаешь? Нормально. Понятно. А, Валя Косилева. Вот. У них абонемент, они входят сюда вдвоем. Так, Валентина Косилева, Лиля Крымко. Иногда втроем. С ним? Нет, у них третья тоже девушка. Анжела Нилванская. Нилванская. Спасибо. До свидания. До свидания. Алло. Лилия и Анжела. Какие прекрасные имена. Просто нектар и амброзия. Я Анжела, а не амброзия. Понял. Знаете, зачем вы здесь? Догадываемся. Как умерла Валя. Ее разрубили на куски и бросили в реку. Она дико мучилась, если вы об этом. Вы думаете, это мы? Я не имею права отвечать на этот вопрос. Это не мы. Правда? А кто? По-моему, вы обязаны предоставить нам адвоката. Блин, точно. Схожу, поищу. Сидите здесь, никуда не уходите. Опять по парам будем допрашивать. Сейчас цирк начнется. Где он хочет искать адвоката? Уже начался. Все. Адвоката нашел? А вы что, подслушивали? Нашел или нет? Зачем? Чтобы он объяснил им, что они могут уйти отсюда, не сказав ни слова? Никакого адвоката не будет, да? Ага. Это я не понимаю, в чем прикол. Я думаю, еще минуты три они сами заговорят. Я угадала? Зря мы попросили адвоката. Сколько он будет его искать? Откуда ты знаешь? Может, они хотят повесить убийство Вале на нас? Что может сделать адвокат? Может, посоветуют молчать? Ну, молчать мы можем из-за всякого адвоката. Это же просто глупо. Но они так еще сильнее начнут нас подозревать. Что ты предлагаешь? Надо что-то им такое рассказать, чтобы они поняли, что мы не виноваты. Сочинить алиби не получится. Мы даже не знаем времени, когда произошло убийство. Может быть, следует им что-то рассказать, чтобы оно указывало на других. Например, что Валя была беременна и не знаю. Что? Ты что, не знал? Нет, Валя мне не говорила. Нифига себе подруга. От кого? От шефа. Вау. Так можно и не работать. Ну, все, как только найдем тело Киселева и Петрова хана. Ну, это еще не все. У нее была двойня? Да нет. Она собиралась его шантажировать. Чтобы она не женился. Нет. Она хотела стать его партнером. Круто, правда? Круто. Ну, все-таки я не понимаю, почему она тебе не рассказала про беременность? Я бы обязательно рассказала. Она мне рассказала кое-что другое. Ну, не могу. Валя просила никому не говорить. Ну, не дура. Подругу убили, а какие могут быть тайны? По-моему, пора входить. И что ты им скажешь? У нее сейчас чуть надавяно расколется. Колоть давить, уйми свои страсти. Девушка интригует подругу. Женская тайна – это такая вещь, как ребенок, которая некоторое время должна побыть внутри. Я надеюсь, не девять месяцев. Валя узнала, что Петров хочет украсть кучу денег. Сколько? Шестьсот тысяч евро. Тысяча двести бумажек, двенадцать пачек, уместится в пиджаке. А зачем она тебе это рассказала? Не знала, что делать. Думала, сдать его в полицию или не сдавать. А зачем сдавать? Потому что она тоже бы попала под подозрение. Стали бы допрашивать, поняли бы, что она что-то знает. Обвинили бы в сговоре. Она бы села ни за что. Поэтому она решила пойти и все ему рассказать. Рассказать ему, что она все про него знает? Да. Или отговорить его. А если нет, то пускай делится. Партнерство. Партнерство. Да. А потом Валя пропала. Партнерство. Так это Петров ее убил. Послушай, если мы сунемся в это дело, Петров ведь не один. Нас тоже убьют. Нам нужен адвокат. Но мы же решили молчать безо всякого адвоката. Ну что, истина нам известна? Теперь осталось все это отказать? Это, конечно, все незаконно. Но зато никакой лажи. Полная правда на блюдечке. Теперь можно задерживать Петрова? Да. С чем вы собираетесь в суд? А это пусть криминалисты копают. Мы подскажем, где. Ну что, я девочек отпускаю? Давай. Они свое дело сделали. Девчата, можете быть свободны. Не нашел я адвоката обед у него. Родчик Киселева приперлась к Петрову и потребовала партнерства в бизнесе. Да, она могла требовать все что угодно. Но она прекрасно понимала. До появления денег ее можно кормить завтраками сколько угодно. Поэтому не наглял. Петров дожидался денег. Это для него был не просто шантаж. Это была угроза всей операции. Он и грохнул Киселеву. У него это мотив. Теперь нам есть с чем уйти к Петрову? Есть с чем. Но зачем? Да, до каламбурца еще не опускался. Да. 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 Вячеслав Дмитриевич, у нас есть основания для задержания Петрова. Кто? Ясно. Поняла. Ограбление в ферме Петрова. Из сейфа вынесли шестьсот тысяч евро. Сколько? Петров задержан. Мы должны допросить его. Желательно сегодня. Ваша очередь придет завтра. А сегодня с ним работают другие. Кто? Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Тут очень странная ситуация. Петров написал заявление о пропаже. Есть свидетели, которые утверждают, что деньги в сейфе были еще вчера. Но вот откуда взялись эти деньги в сейфе, Петров отказывается объяснять. Я хочу договориться, чтобы его завтра привезли к нам. Я не брал денег. Да, да. Тут вот сказано, что сейф не изломан. Значит, его открыл тот, кто знал код, у кого был ключ от вашего кабинета, у вас был такой ключ. Ну, не только же у меня. Да, да, да. Еще у вашей помощницы. Но она убита. Деньги взял тот, кто убил Валю. И кто знал о деньгах, он потому ее и убил. Логично. Она рассказала ему о деньгах и… Рассказала о деньгах, назвала код, показала вход и разрешила себя убить. К чему он клонит? Прикажите, что вы передали нам, тогда скажу. С какой стати? Он убил свою помощницу. Он? А где деньги? Деньги нас интересуют только как мотив. Посадим его за убийство, а там делайте с ним, что хотите. Ну, чего от вас хотела киселебоваться? Партнерство. А что вы? А я что? Я послал ее, искал рано. Пусть еще на меня поишачит. Логично. Чем шантажировала-то она вас? Да ничем. Просто угрожала, что уйдет. Ну, как обычно. Говорила много работала, заслужила. А ей угрожала еще раскрыть вашу аферу. Какую нахрен аферу? Да такую нахрен. Куда деньги делал? Вы думаете, я убил ее из-за этих денег? Я ничего не думаю. Я знаю. Он открытый парень, уверенный, что может разобраться с любой ситуацией. Умеет врать, поэтому никогда не попадается. Врет по правилам. Таких топор врут по правилам. Если врать бессистемно, то обязательно попадешься. Ты никогда не согласишься с виновностью Петрова? Нет. Хотя есть один способ. Я даже знаю, какой. Мне не очень нравится Тим. Тормально? Направление угаданных. Он немного занудлив. Ну, такими темпами мы за час не доберемся до перехода улицы в неположенном месте. Просто признай, что твой хирург – их жен. Тим – стильный, положительный мужчина. Он знает, чего хочет от жизни. Он внимательен и галантен к женщине, которой увлечен. Увлечен. Значит, вы еще не переспали. Хорошо. Две девушки, лишенные логических способностей, сопоставили известные им факты и решили, что убийца Петров. Все гениально и просто. Не все. Почему этот идиот Петров всю жизнь всех блестяще и с драйвом обманывал, а на этот раз не подстраховался? А если предположить, что его подставили, то вообще все становится на свои места. Предположить без доказательств? И кто его подставил? Дашь мне шанс. Ты думаешь, что одна из ее подруг могла ломать перед нами комедию, зная, что мы все слышим? Вряд ли. Хотя недавно один хороший парень предположил, что женщины не все такие дуры, как я считаю. Есть умные. Колоссальный прогресс. А что по делу? Был еще кто-то, кому доверяла Киселева. С кем могла поделиться своим планом. И этого кого-то надо искать в офисе фирмы, где работала Киселева. Валя ее за последний год раза три приглашала сюда. Кто она, я не знаю. Вроде племянница. Так, а есть ее фотография? Конечно. Целое портфолио. Она же себя фотомоделью считала. Вот. А во весь рост нет? У нее размер 48 и рост 165. Таких только для рекламы зубной пасты снимать. Крупным планом. Валя этого не понимала. Ну, вроде она тетка не глупая, но вот к этой девочке у нее была прям слепая любовь. Чистую лесбийскую страсть вы не верите? Да вроде племянница. С привкусом инцесто. Ну, у вас фантазии. Кстати. Вот. Во всей, так сказать, красе. И это еще после фотошопа. А откуда она, говорите? Из Дмитрова. Угу. А в Вале фотографий нет? Распечатанных точно нет. Ну, вы мне адрес оставьте. Я на мыло вышлю. Угу. Валя! Валя! Это мы ее искали? Ее мама сказала, что она подписала очень выгодный контракт на фотосессию на Багамах. Минимум, как на полгода. А что, теперь и таких снимают? Люди устали от суповых наборов. Им хочется широкой, мощной фигуры. Что-то из скандинавского эпоса. Может, она ездила, это. Софиты держать. Откуда мы знаем? Или вообще никуда не ездила? Тебе просто девушка не нравится. Да, не в моем вкусе. Тебе чего? Очень хочется поиграть в покер на турнире. Нам что, премию выдали? Че, настолько безнадежно? Если ты хочешь играть песни, у костра выучи три аккорда. Если ты хочешь играть рок, стачи пальцы в кровь. Слушайте, а если, если мне просто кинете ссылку? Хорошо. У тебя две девятки. На флопе три младшие карты. Играешь? Так, а где я сижу и что было пред флопом? Правильный вопрос. Я подумаю. Валя доверяла этой девушке. Могла сама ей все рассказать между делом. То есть, это Яна убила Киселева? Да. Расчленила труп, затащила на яхту? Нет. Труп она где-то спрятала. А как же кровь на яхте? Петров был на яхте с девушкой. Наверняка это была Яна. Вот она и измазала кровью Киселевой борт. А рука? А руку она трубила, положила в траву, чтобы водой не унесло. И мы вышли на след Петрова. А сама забрала деньги и уехала куда-то в южные края. Я надеюсь на Карибы. Там много островов, можно затеряться. Там такие пляжи. Слушай, Фрейд, может ты в меня влюблен? Мотивируйте. Ты стала обычным человеком. Я только из жалости не тычу пальцем в то, что ты сейчас сказала. Галиматья? Да, а что-то у тебя не сходится. Верни-ка вот предыдущий снимок. Любуешься девушкой? Сделай руку покрупнее. Ну и что? Ничего. Смотрите, скоро! Да! Он занят! Ты бы сразу так и спросил. Я один раз на фотошопе девочке ноги длиной сто двадцать восемь сантиметров сделал. Ну и что, она на них не упала? От счастья рухнула ко мне в постель. Поздравляю. А что ты менял у Яны? Ты думаешь, я помню такую мелочь? Я столько ерунды всякой с девочек удаляю, поэтому сейчас найду исходник. Вот оно. Увеличенный. И как это спасет мир? Это китайский иероглиф, означающий. Дружище, ты только что спас мою личную жизнь. А иероглиф-то что значит? Смерть. Вот рука Киселевой. Безымянный палец у нее одной длины с указателем. А вот рука Яныя. Безымянный палец длиннее указательного. И суставы фаланг утолщены, как у профессиональной пианистки, как на найденной руке. И что это значит? Это значит, что деньги украла Киселева. Как же она могла украсть? Ее убили пять дней назад. Не тупите, Виктор Иванович, никто ее не убивал. Киселева убила свою племянницу, подбросила нам ее руку, оставила следы крови на катере. Но одна проблема. У племянницы была заметная татуировка, и Киселевой пришлось себе сделать такую же. Так а кто был беременный? Яна. А Киселева рассказала об этом своей подруге, чтобы дать нам еще одну ложную зацепку. Надо бросить все силы на поиски тела. Без него нам дело не закрыть. Что там с розыском, подозреваемый? Ее фото разослали во все аэропорты и вокзалы, а также по всем постам и дорожным патрулям. Деньги она взяла сегодня ночью. Я думаю, что с такой суммой она границу не станет пересекать. Наверное, где-нибудь затаилась и будет пережидать. Это была рука другой женщины. Серьезно? Абсолютно. И она действительно играла с детства на фортепиано. Неужели я проиграл? Ну, хоть так. Здравствуйте, Анна. Привет. Передайте тому лихачу сдачу. Замена лобовухи обошлась дешевле. Скоро огонь. Вы сказали, что вас ждет сегодня скучный вечер. Так я пришел сделать его немного другой. Боюсь, вы опоздали. Хорошо. Вы профессионал в своем деле оказались удачливее, чем я, случайно оказавшись на месте преступления. Этого достаточно? Этого достаточно. В качестве компенсации предлагаю вам убрать со лба все ваши морщины. Это не морщины, это умственные шрамы. И потом под нож я всегда успею. Ну, если я вас так напугал, вам это сделают анонимно. Я даже не буду знать, когда вы вошли в клинику. А ты что, делаешь анонимные операции? И что? Наша Валя – большая умница. В данный момент она знает, что ее ищут и, скорее всего, она делает последний штрих. Убирает последний след. Какой след? Хотите сказать, что эта Валя сейчас в одной из моих клиник? Она месяц назад сделала в одной из них татуировку и оставила свои данные. Она что, такая дура? Конечно, она не такая дура. Конечно, она не наделает столько глупостей. Конечно, мы не будем там ее искать. Зачем только зря время тратить? Если хотите что-то спрятать, положите у всех на виду. Это из словаря банальности. Мы остановили операцию, как только вы позвонили. Но она уже была под наркозом. Открыть? Нет. Указательный безымянный палец у нее одинаковой длины, что говорит о том, что она решительная волевая натура, которая умеет держать себя в руках. Я бы не стал с ней связываться. Также передайте ей, что ее зовут Валентина Киселева, что она обвиняется в убийстве, в хищении. И что у нее очень красивый профиль. Предлагаю явку с повинной плюс письменное признание в неуплате налогов. Так все делают. Если раздувать каждый случай. То есть, ты предлагаешь Анне пойти на должностное преступление и закрыть свои прекрасные глаза на твою анонимную операцию? Мне кажется, это наше с Саней дело. Даже если тебе удастся убедить ее, я из этого такой пожар раздую, что ты сядешь. Ты же знаешь, я умею. Какого черта вы сюда лезете? Не люблю смотреть на огонь. Ладно. Что я должен сделать, чтобы вы оставили меня и мои клиники в покое? Ну, ты же сам знаешь. Ладно. Я первый раз позвонила операм и попросила, чтоб не торопилась на задержание А где Тимофей? Уехал. Я напугал его. Я сказал, если он не уедет, я дам ему в лоб Зачем? Ну, может быть, нормальная женщина и не для меня, но уж точно не для него Ты все-таки вторгся в ее личную жизнь А тебе не кажется, что я ее спасаю? Ты хорошего парня отпугнул Ну, ты подумай, как можно отпугнуть хорошего парня? Да тобой кого хочешь, можно напугать Ты понимаешь, Аня уже за тридцать Ей уже надо думать не только о преступлениях Даже когда она эти преступления под корень вырежет, она все равно о них думать будет Я сказал, не только Ну, не получилось бы у нее ничего с этим хирургом Он жулик, она идеалистка Чего ты вдруг так о ней заговорил? Хочешь, ее обзову как-нибудь Ромочка, эта женщина не для тебя И вбей это в свою дурацкую голову Ну, вот ты понимаешь, моя левая полушария абсолютно с тобой согласна, но правая А мы сейчас над правым поработаем, давай-ка За Аню, до дна Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»